Утром, вернее уже наверное добрый день, хотя возможно он и добрый, потому что голова у меня опять сказала привет, погода 8 градусов, на солнце было 15, я жарю сырники, девочки спрашивали, отвечаю почему я как-то сказал, что жарю на муке, а сейчас я жарила, кстати жарю смешанную, мне больше всего нравится, по итогу я жарю смешиваю рисовую и кукурузную, вот испачкала чайник, то есть я смешиваю где-то 50 на 50, сначала добавляю кукурузную, потом добавляю рисовую и мне вот больше всего нравится, они поднимаются, они в итоге желтенькие, они все равно не получаются, если их жарить на одной только рисовой, они бывают беленькие, а на кукурузной они немножко мягкие, мокрые, когда смешиваешь взаимосвязь делаешь и не знаю, я ранее не зашло с овсяными, я даже делала, вот открывала, вот эту добавляла и просто кукурузную, овсянку добавляла, не идет, да, яре не нравится, он как-то не кушает, что хуже их кушает, чем когда вот чисто вот такие, поэтому решила все-таки не экспериментировать и готовить, а так как мы сейчас на муке не делаем, только официально зерновая, но в основном как-то я покупаю уже привыкла рисовую, чтобы кушать и себе тоже, не хочу кушать на муке, поэтому хоть вроде можно, все можно, можно кушать и самим можно кушать, но, то есть и поправши нельзя кушать, можно, конечно можно, на ее руле, это я оставлю попозже, так как я уже позавтракала, Андрей кушает их, но и так это не всегда, он тоже уже позавтракал, Яра сейчас, потому что я растал попозже, она сейчас логопед, я просто перенесла, у меня что-то голова, я как-то проснулась каким-то, каким-то сном, хотя, то есть как бы вот этот глубокий сон, я понимаю, он нужен организму, но после глубокого сна я почему-то всегда просыпаюсь с какой-то головной боли, может быть, потому что не привык организм спать, так здесь жарю кослеты, хочу сейчас на обед, чтобы тоже было, мы хотим пойти погулять, забрать яру, поэтому жарю, поставила пожариться, полеты, у меня в заморозке они были, очень удобно, формы делаю разные, чтобы понимать, где горячие, где свиные, вот, сейчас они пожарятся и в микроволновку я поставила рис, это на обед, и у нас есть салат, так что обед у нас будет готов, ну да, Яра сейчас не каждый день кушает супы, но там суп у него есть, если захочет, он тоже сможет поесть, так что мы завтракаем, давай, Яра, сейчас массажируемся, уже осталось 25 минут, 20 дождя, и пойдем, я вчера, видно, перенервничала за УЗИ, и все, голова моя сразу сказала, привет, нервничала, ну вот такая я, ну потому что, Яра, вроде неприятности не хочешь, я сначала не могла понять, что там происходит, куда, на УЗИ что ли, а что, баба там что-нибудь, так, и добавляла сюда, добавила вот сыр, видно, правда, не сильно много его, я уже порезала, Симош, а ты что, кушать опять, тебя же уже положили кушать, ешь, целую тарелку у тебя, смотри, Мясенька, какой, сын, сколько хотел здесь еды, что-то я тебя переборщила, ешь, тебя здесь освободит, давай, освобожу тебе место, очень, так что все, всем приятного аппетита, тебя гладит только то, что ты хочешь, да, когда мы пришли консенсию, все, скажи, мы теперь деремся очень редко, очень-очень-очень, только скажи, когда меня не понимают, чего я хочу, да, мое счастье, давай, кушай, все, мы выбрались немножко погулять, погода хорошая, уже весна идет, там плюс уже, все уже подтаила, расставила вокруг, вот, уже все, сейчас побежим, возьмем мионы анализы, монографии, да, дальше уже пойдем, а вы эти уже все, все пусто, все уже, черно, побежали, ну как всегда, опаздывали, а? ну, он просто занимался долго немножко, сначала, я руку, пожалуйста, руку, пожалуйста, да, как тепло, мне кажется, хорошо, нет, а если хочешь можно, то скажи, я тебе переборщила, нормально все, хорошо, я хочу, не хочешь, все, погибай, вон опять, народ опять стоит, чтобы на 10 рублей дешевле коммунальные услуги, я раньше думал, почему они стоят? я наушник забыла все, да, да, без наушников, они все равно, они все не поймут, ну, я посмотрел, ну, разница, ну, за все коммунальные, ну, 100 рублей у меня вышло, там, вот, за все, ну, у тебя, ну, сто, а у них, ну, сто, ну, поэтому, думаю, ну, стоять на морозе, купить дорогие, в Сендене, ну, это вообще одна, как говорится, отдельная тема, мы потом, кажется, немножко остынет буря в стакане, и мы потом изложим видение, да, этого аспекта тоже, да, честно говорю, по большому счету, да, очень интересно, я просто хочу такую маленькую историю рассказать, мы всю жизнь прожили в Азербайджане, там, где кожа, я говорю, пока не скотируется от слова совсем, ну, там такая погодные условия, что кожа, здесь кожа почему не у нас, потому что мороз, она трескается и просто портится, там, как такового, мы всю жизнь там прожили в этой коже, поэтому, когда есть потребованность кожи, она намного дешевеет, у меня была дубленка из натуральной кожи, ну, она обработанная, получается, дубленка, это другой натуральный, за 200, по-моему, 30 долларов тогда, в принципе, те же самые плащи, у меня был с ноутбука, привезенный из Турции, он продавался в Баку за 300 долларов, мне ее привезли из Турции, за 60, и поэтому, когда говорят, люди начинают пальцевать, кипить себя, что какие мы умные, и мы знаем, что магазины, вы не поверите, какие в магазинах нацелки, просто за бренд, просто за отношения, типа, а-ля, я зашел в дорогой магазин, купил, а-ля, я там что-то купил, а, мило, ты покупаешь одноразовую, знаете, как говорит один наш знакомый блогер, возьми мои обувь, возьми мою проблему, и походи в своих супер каблучках, да, просто иногда обсуждаешь, только сейчас, если я так скажу, вы скажете мило, да, вот ты какая, да, агрессия на канале, нет, не агрессия, но, кого бы я ни смотрела, смотрю в инстаграме девочку, любой ответ блогера я уже обратила внимание точно, со стороны хейтеров, а если это хейтер, это кто? Это просто те, кто ищет все негативное в твоих. Не говорите, что это, как их называют, критики, нет, Это не критик, честно говоря, критик и хейтер, это совсем, можно слово, как-то оно означает что-то, но я не знаю, я не буду умничать, не буду. Многие не подразумевают разницу в этом, и поверьте, кожу можно купить очень бешево. Посмотрите даже те же самые секунд-хенды, скажите, я их не секунд-хенды не ходу, хорошо, я тоже не ходу, но почему бы нет, там бывают очень часто новые абсолютно вещи, френдовские как же, как вы говорите, которые продаются вообще за копейки. Если бы все люди идиоты были бы, тогда бы вся наша элита не ездила бы за шепотками, в тот же самый Милан, еще куда-то, и не потому, что сейчас санкции, а в свое время, потому что там, на самом деле, возможно, этот бренд ты можешь купить, но не здесь. Также, когда говорят, что здесь только помидоры пабкинские, а вот это азербайджанские, я ем только азербайджанские помидоры, а не ем вот эти, слушайте, поверьте, они все выращены где-то здесь, на подмосковье. Так же, как и весь адидас отшивается, точно так же в Китае. Они каким-то, они сидят, да, вам сидят европейцы, ищут до Калуги адидас. Обувь ищут до Калужских, до Московских, до Ростовских, там, не знаю. Это все одно и то же. Это же очень дорогая обувь, она может очень так же руговать ланцем. Как развод движения, какое-то из цилинга? А сейчас удобно, мне комфортно, мне нравится такая обувь. Кому-то нравится стареть себя, стареть. Я, например, не принимаю. Ну, вот я такая, я не принимаю, да, мне будет 50, я не принимаю свой возраст, и мне это нормально, это комфортно. Я хочу жить в более высоком уровне, да, для себя. Почему я должна одеть береточку, одеть пальтишко, одеть чопы, руки, и ходить и говорить, что мне уже 50, вот я уже должна вот так вот. Ну, мне как бы, как бы мне, как мне комфортно, то я одеваю. Естественно, поэтому понятно, что высказывать. Ну, понимаете, ну, как это, да, вот там, как бы некоторые девочки пишут, они всем просто я общаюсь, так как вы с вами, в общем. Я, в общем, да, не поймите, простите, не поймите, прав... Да, извините, конечно, но когда иногда пишут девочки, что ты, там, типа, не извините, не прими никого, но вот это толстой жопой, типа, вот эти здоровые ботинки смотрятся не пойми как. Ну, никого не хотела обидеть, это просто мое мнение просто состоит, да, типа, в общем, в смысле, в общем. Толстая жопа, не пойми, какими оповедами, это про кого, да, сейчас идет на канале. И во время, именно, одно дело ты просто сказала, да, когда ты там пишешь, общаешься, а другое дело ты пишешь же, или где-то там увидала, что ты тупая домохозяйка, сток. То есть написать, ну, ты здесь и бред пишешь, хорошо, что ты не стала медиком, потому что пирожник, я не знаю, какая профессия вообще существует, пирожник, ну, ладно. Ага, пирожник должен печь в пироги, а сапожник в сапоги. Это человек-педагог, с 60-летним, 50-летним стажем, да? А ты, домохозяйка, сядь и сиди, это что означает? Это означает, что ты, милая, тупая домохозяйка, сиди и занимайся уборкой квартиры. И не лезь ни в медицину, ни в сапоги. То есть, как бы здесь... Да, есть на канале такие, как вы, которые это, они все тебе все знают, и пирожники, и сапожники. Вопрос не в этом, но можно же просто сказать, ой, милая, ты знаешь, не лезь в медицину, да? Потому что там столько всего заморочек. А здесь нет, здесь же высказывается так, что, типа, а ты домохозяйка, и тогда я говорю про свой диплом. Да, типа, а как он выглядит, вы... Вы считаете, что я лох? Да, или у вас скудный ум, ну, извините, это ваши проблемы с вашим, да? Я не лох, далеко не лох. Я не... Как бы вы, на самом деле, на каких-то каналах это насмотрелись, где вам блогеры выставляют свои аттестаты, потому что вам захотелось. Ну, извини, эти аттестаты, эти медали мы уже несколько раз выставляли на своих каналах. Так как открыто я не вставила, я не буду ставить вам свои дипломы. Нет, мы, помнишь, перебирали пару раз, это, да. Но мы не открывали, не показывали. Я захотела посмотреть, как он выглядит. И когда Мила сказала, что у вас нет, забей в интернете, как выглядит золотая медаль, и как выглядит красный диплом. Вот ты какой, да. А, ты интернат закончила, ты не знаешь, что... В общем, жесть, конечно. Обидно, что вот эта жесть вылезла у меня на канале и не дает возможность развиваться тем людям, которые бы хотели бы развиваться, подниматься, как раньше были, которые понимали суть нашей проблемы, понимали суть болезни Ярика и поддерживали, и сами поддерживали за счет этого, да. Конечно, это, ну, что делать. Ладно. Неприятности эту мы переживем. Погода шикарная. Пойдем посмотрим, что у меня в сиськах. Пишку мы вчера проверили. Теперь узнаем, что здесь. И будем дальше жить. Все, отключай. Мы, как всегда, в побег. Бежим. Четыре минуты, я не знаю, успею, не успею. Если тут, конечно, рассчитывать, что все-таки они меня отпустят и отдадут. Отдадут. И отдадут. Муж повернулся меня посмотреть. Пошли деть за мной. Уже радует. Жарко, зараза вся, головы мокрые. Валитовщик. Но в то же время мокрые. Хотя уже, наверное, можно без шапки. Андрей уже без шапки. Все, приехали, сейчас результата отводим. Да. Сейчас, молодец, результата отводил. Молодец. Ну, что там? Стареем, батюшка. Что напитал? Стареем, что ли? Ага. Грозно-жировая эволюция отбеев железный. Ага. Жив. Да. Раньше были сиски в тюрьме. Ага. Ага. Ладно, все, попошли. Главное, что успели. Ага. Все, давай. Все. Фу, я все мокрые. Все, мы поехали. Аккуратно, смотри, там машина, пускай проедет. Все, держитесь так. Я, держусь. Ты скажешь, папа снимает, а она бедная, мама, да. А сейчас я с ним так куплю, а вот на второй сравниваю. А вот на второй сравниваю. А вот на второй сравниваю. А вот посмеемся. О, будет интересно. Все, поехали, хорошо. Не водите. Кушать идешь? Весер ватяга такой наш. Как она крепится-то? А, нет, это там, ты сверху? А, она вот так одевается, покажи. Я потом вставлю. Ты сам, а, ты там не сделал, да? Это я вставлю. Ну, может, она немножко обрезает, но это будет конец. А, ну, сейчас, потому что здесь вот тоже. Ну, вот здесь тоже надо будет обрезать быстрее всего в маленький кусочек, да? Ты его уже сделал. Ладно, мы покушаем, потом дальше. Идем. Хорошо. Я родил. Что там? Там сначала надо вот это прикрепить, да, кусочек? Какой? Ну, вот этот, ты прикрепил уже, эту часть. Вот теперь тот кусок, ну, как быть. Хорошо. Надо я тут поставить. Тут поставить. Верхнюю часть. Ну, пошли кушать, потом я вставлю. Верх, пошли, все, давайте. Я вреду. Пошли, потом все будем показывать, идем. То нет, то не раз оставишь работать, то теперь не отходят от работы. Так, я сделала кушать, погрела. А, ну, то есть не погрела, я тоже приготовила. Рис, котлета, кабачковая икра и корейская салата. Этот кабан, лобка по-корейски. Салат у нас остался, но это, наверное, уже на вечер. Почти, я думаю, это слишком много будет. Ага, у меня томатный сок. Ну, у Андрея томатный сок. Вера, что-то как-то отказывается от томатных соков, но мне нравится. Это, привет, сок. Ну, вот, кстати, другой, который был, сейчас его здесь нет, он уже закончился, по-моему, с С7, что-то есть. Не помню, какой-то другой был у нас до этого. Он, типа, с легкостью этот, он намного, кстати, такой прикольнее. Ну, он более насыщенный, что ли, Андрею он не нравился. А мне этот, кажется, как-то более водянистый. Ну, ладно, какая разница, главное, что запивать, есть чем. Ладно, мы кушаем. У меня голова живет опять своей жизнью. Погода, может быть, 16 градусов, жарко. Вся мокрая пришла, что надо переодеваться, мы хотим проехать в Леруа. Пену надо купить Андрею. Чтобы полы закрыть, там, в комнате. Я еще кое-что хотела посмотреть. Что? Кто? Пришла посмотреть, но они здесь 46-й и 48-й, ну, не знаю. И все, как, 48-й. Пойду посмотреть сначала кроссовки, а потом, может быть, вернусь сюда. Ну, кстати, вот тоже прикольные бритвы. Это елка. Самая маленькая, тоже елка. Самая большая, просто елка. Хочу вот эти кроссовки. Наверное, заберу, потому что вроде бы я вот сейчас хожу ногами, они мне не давят, потому что у меня как-то в последнее время обувь, ведь она вся давит очень сильно, а сейчас надо переходить на кроссовки. А мне они понравились так в прошлый раз. Мне уже не в чем, не в чем ходить. Ну, вот не знаю, вроде не должна быть. Надеюсь. Хочу посмотреть еще какие-то кроссовки. Или туфли. Но мне кроссовка не встретила, потому что с моим образом жизни мне нужна обувь такая, знаете, прямо вот. Какая-то, может быть, даже вот такая. И, честно говоря, девчонки, честно, не цепляйте вообще своими комментариями по поводу того, что что-то не так, что-то не то. Я покупаю для себя, я покупаю себе. Я буду, естественно, выбирать то, что мне нравится. Если вы считаете, что это не кожа, ну, это ваши проблемы. Я умею разбираться в коже тоже. Да, как ни странно, мне как бы вам не хотелось верить в то, что я не умею, что я вот такая неумелкая, криворукая, еще какая-то. Ну, я умею разбираться в коже. Я знаю, когда я беру кожу. Я знаю, где кожа заменит. Кож-за. Я понятия имею в цинниках. Поэтому давайте не будем рассуждать. Кожа. Кожа. Абсолютная кожа. И кто бы, чтобы из вас не говорил, это кожа. И эта кожа стоит 2 700. И не более того. А то, что за бренды, если переплачивать, то это, конечно, выломать. И вот кожа. Вот тоже кожа. 4 900. Чего придумывать сказки, что это не кожа, это плохая кожа. Какая она, кожа плохая, когда это кожа, есть кожа. Поэтому что-либо доказывать кому-то вообще не вижу смысла, если человек... Ладно, по факту мне надо посмотреть. Я хотела посмотреть. О, о. Красота. Супер. Вот они все. Цинники. Натуральная шерсть. У кого-то это кожа, натуральная мех, а у меня натуральная шерсть. Да. Натуральная шерсть. Вот. Одна, вторая. Вот они все стоят. Натуральная шерсть, пять, шесть тысяч. Дорогая обувь. Так что... И вот они, мои кроссовки. Какие обувь, которые я взяла. По 2 500. Последняя шестяная их. 4 000 сейчас белые такие сверху. Ну, вот они их сюда поставили. Такого типа. Вот они все. Поэтому давайте мы не будем спорить. Не будем никому наговаривать. Просто бывают такие ситуации, когда люди, они спрашивают какую-то пару обуви на скидки дают. Все. Специально, чтобы ты же вернулся. Ты же пришел. Тоже здесь натуральная шерсть написана. Умилая шерсть, умилая что-то. Это неумело. Это у меня. Почитать умеете? Кожа. У них есть модельный ряд, они все из кожи. Просто это идет как на бок замша. Поэтому она обшивается. А кожа вот она вся. И как кожа обрабатывается, я тоже знаю, как проверять на кожу. Жаль. Класс. Так, ладно. Я хотела кроссовки посмотреть еще для сменки. Вот, кстати, тоже. Это же фирма. Хочу, 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 хочу. А я что хочу. Мне понравились вот эти. Кстати, ну, вот такие вот они, даже не те, а вот эти мне больше понравились. Надо посмотреть потом, поковырять, где они. Но здесь нет размера, чтобы их померить. Размерный вид сетки. 40-ой только есть. Чуть-чуть другой. Ну, я вот эти хочу. Вот это понимание. И вот тоже хорошенький, ну, лето прям. Ну, это уже на лето. Надеюсь, это ценит 40 февраля. Посмотрим. Сейчас уже в спадах жарко. Знаете, девчонки, я не понимаю, что такая вот. А я всегда, ну, где-то что-то покупала. Просто я последнее время вам уже говорила, сколько раз, что я раньше это не снимала. А сейчас я это снимаю. Просто показываю свои походы, свои покупки. Ну, чуть-чуть такого не вижу. Просто. Иногда вопрос возникал, например, в чем ты ходишь, как ты ходишь. Да, ну, вот стала показывать. И получается, вроде как-то типа шопоголик, там еще что-то нет. Просто иногда хочется, нужно, наверное, проветриться. Прям вот тянет. Жалко, конечно, я уже не успею. Всего 10 минут, по-моему, осталось. Но плюсом я всю жизнь, особенно в последние годы, жила ради кого-то, ради чего-то, но не ради себя. Себе вообще ничего. Практически просто по минимуму. Хоть и много всегда критики, но не поверите, я могу пойти Андрею сразу две пары обуви купить, при этом себе ни одной. У меня вот уже ботинки сколько? Года два-три больше. То же самое и с кроссовками. Просто я прошу в году купила белые кроссовки у меня есть. Но кроссовки такая вещь, которая всегда нужна. И вот сейчас, знаете, уже такие более легкие они, кроссовки. Сейчас вот их уже переодевать. Правда, когда дождь, я не знаю, но не кожаные. У меня кожаные еще остались. Те, но они уже пропускают. Уже ноги мокрые. Я уже не в том возрасте, чтобы ходить с мокрыми ногами, можно так сказать. Поэтому уже надо задумываться, тоже думать о том, чтобы что-то себе реально какое-то... Единственное, что я хотела зайти в фикс-проект, только после того, как я куплю ботинки. Чисто почему? Чтобы понимать, что если я куплю эти синие, то мне тогда шарф тоже нужен синий. Вот так. Ну, не снимала. Что делать? Завтра Андрей на работе. Голова опять болит. Возможно? Я так думаю. Тут и есть у всех антроз, но что делать? Я понимаю, как Эмиля говорит. Мам, это неправильно, что ты стараешься... Если мне такой був... Едут без остановки машины. Даже не тормозят. А, что ты пытаешься, типа, по магазинам, магазинами. Но люди вот ходят в кафе, например. Мне как-то одной в кафе сидеть смысла не вижу. Сиары идти. Но вот они друг друга колобродятся. По факту, мы не вышли сегодня опять ни с Ярой, ни с Андреем вечером. Я хотела проехать Леруа. А, потолки. 700 рублей выходит, чтобы попробовать сделать хотя бы хоть что-то с потолками. В общем, тяжко. Это все. Не знаю. Пока мне трудно с этим разобраться. Ну, и сажать себя, загонять себя в какую-то глубокую старость. Сидеть дома и ждать. Судьбу, решение судьбы я не готова, все честно. Вот не готова. Погода шикарная. Ты мог позвонить и сказать, Гердей? Надо мне шапку что-то думать полегче. Я прямо иду. Сейчас, если я сниму, вы будете в шоке. Будет опять милая грязная голова. Она просто мокрая. Короче, я уже не зашла в Экспресс. Я уже туда не попала. За 5 минут я не стала терроризировать. Вот любители. Прям под жопу проехать. Я не стала уже терроризировать продавцов. Ну, ну, ладно. Не столь важно. С шарфиком что-нибудь придумаю. Потому что мне надо белую куртку, наверное, посмотреть. Свалу. Светлую. Коротенькую. Она, получается, как полегче. Хотя она так теплее, конечно. Сейчас зайду в петелочку. Андрей просил воду. Надо хлеб посмотреть. Ну что, еще семки, может быть? Йогурт, наверное, Андрею надо. Так. В принципе, все. Пройтись прошлась, пока голова не прошла. Надо еще мне браться за себя. С физкультуры начинать, конечно. И я, наверное, для этого мне надо комнату закончить. Это было место, где заниматься. Вот именно. Что, да, причина прямо еще. Потому что когда я начинаю с ним заниматься, и здесь не знаешь, как его поставить, не знаешь, как его посадить, мне нужна шведская стенка. Шведская стенка у нас там. И пока никак я Андрея не раскачаю, чтобы поехать туда забрать. И мебель Яськина туда отвезти. Отсюда мебель. А я что, на мебель забрать. И мебель типа хорошее, чтобы поставить, уже все туда загрузить. Неужели я зашла? Вот так. И здесь нет народа. Даже не верится. Так, мы вот булки идем. Вот такие. Аккортий уже по 120. Как бы что, я хочу зелень. Вот это бы я самую рыбу. Вот это что. Мне тогда салют. Смотрите, что я нашла. Проростки фасоли. Ну вот я теперь не знаю. Тушить с мясом. Вообще кто-то пробовал такие вещи. И они хорошие, нет. Вещь прикольная, конечно. Мне кажется, как-то она уже проросла, как будто бы очень сильно. А мы-то, нет, напишите, кто-то увидел, нет. Такую вещь. Давай, глотай. Быстренько. Амамам. 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 Быстрее. А кому это не пришло, никто не покормит. Бедная ребенка мне дала таблеток. Так, ладно. Что? Что ты так переживала? Нет, ну папа снимает, мы с тобой давай разбираем. Мы с телефона зарядки. Я купила вот яский печенье. Ну, просто он уже просит всякого такого. Сахар, еще шоколад. Пусть такое? А? Вера. И Сима, Сима. Симуля, тебе сегодня, наверное, ничего никто не купил. Я так думаю. Ай, дом. Так, опять мелко гречники проточила. Ну, а кто-то же должен покупать-то в дом, носить, да? Ну, яйца, ладно, 10 штук. Ну, а у нас в основном яйца мы даже, чтобы кто-то кого не кушает, кто-то на работу. Завтра он на работу. Отправим его на работу. Как раз. Ну, у тебя же есть пассия этот, мистер Чморскин, да? Этот, Морскин, который тебе парнокопытным... Ага, мне-то, Мила, да. Он говорит, не, только ты стала парнокопытным. А все такие, хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А Мила ответила, даже не Мила, Андрей, по-мнаписал, да? Ты что-то, козленочек, вот ты сволочь, Мила, обзываешься. начали сравнивать опять еще значит он назвал ни один ему не написал хлопают аплодируем ему ответили там как-то с улыбочкой еще прикол а то вы там матом ругаете матом во первых мы ругаются на этот так что мил подумай еще стоит ли тебе быть мадам чмошкины не ножкины очмочки маску попробую потом это вода это такая лечебно типа калий это мне оля посоветовала мои подписчики любим кстати мне очень много классные серьезность очень много классных подписчиков которые мне просто в этом ажиотаже вот этих писюлик вот непонятно кого они не перестают писать может быть под этим но мы общаемся в отца перед где-то в контакте девочки не посоветовал воду еще суда будет судовая пока не нашла таня мне как-то ватсапе очень много тоже препарата как-то мы так общаемся советуем девочка минируем это я тоже это не от скраб для тела я честно я первый раз попробую мы так можно а где-то обтёрся я эти чуть-чуть а я познаю ты со стула солнце установл скорее всего с компьютера и вот и своих как говорит мордой чернослив но это бывает просто пожрать хочется были на скидке просто хочется поесть и это тоже но эта краска мне кстати она понравилась она недорогая но она без без упаковок таких бешеных да но в прошлый раз вот я с ней красила достаточно долго она мне держалась и хорошо потому что у меня есть вот эти обесцвеченные места которые надо выровнять и поломаны я хочу сейчас просто уж опять покраситься но в медноруще хотела бешневый потом передумала пожалела я тебя на следующий раз я покрашусь красный цвет чтобы быть твоим этим страшным сном не хочу я возвращаться на мандарины хорошие поэтому я взяла потому что правда косточка не просто просто они но это за поле тебе зачем я ходила что мне надо обтирать это это опять я тебе взяла закупости такие просто я взяла сначала три штуки посмотрел что-то берешь а то просто не было черешни я через него в этом в атаке вот две сумки опять двумя сумками и ну и вода для сима принципе не ничего такого нет ты сейчас я сейчас я этого посадки заплатил а с пятерочки я по-моему не права чек это вообще старый я уже приложение там нужно показывает покажи я не знаю что там они устроили истерику какую-то в комментариях по поводу мило сказала у всех натуральная мех а у мило натуральная шерсть они тебя подкалывают просто тебе мальчик я понимаю но реально на обуви написано натуральная шерсть на обуви написано кожа на обувь шеститысячная просто черная пара 1 они просто просто изгаляется кожаная стоит 4000 нет такого не обращай как тебе умные люди говорили умные твои подписчики умные твои как говорится даже самая как говорится а это иногда извини меня у аиды много чему да мы с ней дружим мы с ней общаемся а почему бы и нет как говорится она неплохой человек то что но она ведет себя на уровне тех людей как говорится с нами она ведет себя на том уровне на котором мы общаемся с другими значит вы как говорится достойны того уровня чтобы тот человек с вами так вел себя что я могу сказать покажи пока мама будет говорить это хорошо доставать разногласия с ней мы тоже можем поспорить но не переходим на личности на оскорбление как вы говорите так 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 нет мы никогда не поспорить на более поругаться бывает поругаться достаточно но никогда мы не переходим на оскорбление животное там или еще кто не надо эти слова сейчас люди повернут извини меня и скажу что ты он мне написал что я порнокопытное животное они сказали что я уподобляюсь блогеру дать и подружу поэтому так же себя но они же многие что там поставили лайк значит они и считают нас например между собой никто не может позволить не аиды мне не я сказать друг другу порнокопытное это ты ведешь себя как порнокопытное живу ну или что-то много другую так что у меня ребят да очень главное чтобы тебе было хорошо чтобы тебе было приятно чтобы это говорит если тебе на душе хорошо на душе так смотрела смотрела смотри иногда бывает извини меня одеть вьетнамки и получить от этого удалось и честно говоря чем уже самое то если не будет дождя так что как говорится мне только говорите но этот бедные душой люди да они несчастные очень несчастные начинаешь не начинай раскачки куда часто опять оботрешься и все вот так вот так он и обтирают сейчас он и встает вот так убежал что-то он вспомнил то сейчас как раз уже потепление надо тоже в сезон бывает когда дождь или слятый там что-то ну или белый одеть это удобно бывает ладно все мы выключаемся я сейчас носить далеко убирать не буду прошла потому что у меня уже старый класс я понимаю почему сейчас такая улья начну там бывает но может быть я просто была дураком выглядела в каре сейчас я в каре когда я шла и разговаривала сама с собой да там девочка она тоже она все так периодически ходила за этим дохожу на хожу разговаривать да типа это такая вот это вот такая вот кожа мако старый на типа хоть сама собой трактит я поставил я подожди сейчас могу рассказать да и что ты ты я сама сходил ты мыслить а ужо нет это что-то хотел сказать что все равно вот я записывал что-то все на этом мы заканчиваем я вспомнила я вспомнил я понимаю просто я там говорила об эту тему что я принимаю сейчас маккану кажется стороны что вот мило ходит шопоголик шопингами там плохо будет слышно потом потом мы сейчас тебе дадим маму мамы сейчас тема тему забуду убери руки не шерши я про то что сейчас могут это кажется стороны что где-то какие-то покупки много еще что-то но я спрашивала у девочек до этого и многим не сказали девочек что дамил это интересно интересно ценники в магазине интересно что я пока именно мы немножко это кто-то обратил внимание мы сейчас больше перешли на такие блоги до чисто вот домашние и поменьше то есть я не снимаем логопедические занятия потому что критика ненужная люди которые причем что критикуют те кто не понимающий также как уроки которые я занимается со своей спецификой и многие тоже не понимают не воспринимают критику которую я не понимаю потому что я понимаю что мой ребенок прыгает выше крови своей головы занятием а кто-то это обесценивает и гатфи типа хренью занимаетесь там да они математикой и поэтому то есть успокойся поэтому не себя он не может ходить поэтому я сейчас больше снимаю получается что вроде бы там что-то не каждый день по отступке хотя по факту это вот одна пара обуви вторым сколько лет мы года два вообще на не покупали обувь и принципе и не снимали это а сейчас такое стечение обстоятельств что я爆 если обратите внимание вас раньше были как дейв Gleich on занятие ярослав сидит уроки делает ярослав сидит тренировка ярослав поехал на какой-то ярослав приехал да и все сейчас у нас идет больше общая жизнь что да это тоже ярославу касается потому что мать сожрет йогурт двигаться и будет хорошего настроения раз может ее расславом чем-то позаниматься будет плохое настроение будет головная боль. И это тоже свой образ жизни, потому что Ярослав перешел ту грань возрастную, когда ему не надо социализации, я имею в виду этот социум домашний, который, знаете, ты как трехмесячный ребенок, когда у тебя на руках, да, годовасик, и когда у тебя пятилетка, которая трехлетка, ну, зависимость от развития, когда груднику, в принципе, кроме того, чтобы мать была рядом, поцелуи, какая-то физкультура, да, одел, переодел, пописал, покакал, покормил, ребенку ничего практически такого не надо, да, с ним не надо сидеть в книге читать, ему не надо объяснять, что можно, что нельзя. И когда трехлетка начинает разговаривать, да, уже в таком, да, вот именно аспекте, что, а это что, а это зачем, а это куда, а это, и ты, и когда пятилетка, когда ты уже идешь за руку и объясняешь, что вот это здесь можно, здесь нельзя, то есть он уже анализирует еще больше и больше, и поэтому, то есть тебе уже не нужно трехлетнему, да, почему, что пятилетнему, Он, например, следит, что там пописал, покакал, покормил, потому что он уже это больше делает сам, самостоятельно. И твоя уже расширяется, твои границы твоих возможностей по отношению к ребенку. Так же и у нас был период у Яро-Жизненный, когда нужно было конкретно, то есть максимальное просто обеспечение и руководство, да, чтобы вовремя покормил, вовремя переодел, вовремя сделал, чтобы не заболел, чтобы не что-то. Сейчас идет больше на осознанность, на его образ жизни, что оставить его где-то, где-то освободить его от всех дома, чтобы он разобрал, чтобы он сделал. То есть не настолько, что мы сейчас не зацикливаемся, не загоняемся на занятиях, на физических, на умственных каких-то, да, вот таких вот. Это уже идет больше как ритм жизни. И уже мы, ну да, я в этот момент ушла, погуляла. Сейчас вот там у нас даже был такой вариант комментария, что вот бездельники сидят там 20-30 минут, посчитали, что мы сидим, разговариваем. Но, естественно, я же не могу, я прибежала. Я могла раньше, когда мне было 30, когда мне было 20, я вообще могла не спать ночами. И за дня в день у меня это было нормально. Когда у меня мама болела, мне было 30 лет. Я 10 дней, я что-то как-то недавно вспомнила, думаю, похудеть, что ли. Как я помню, когда она в реанимации лежала, я вообще не ела, да, я тогда была вообще, похудела настолько, что самой нравилось. Потом, правда, я, я на самом деле, я просто вообще не ела. То есть как-то у меня вот такой был стресс, и я себе дала, вот мама не может есть. И, ну, был такой бзык, да, стрессовый. Я тоже не буду кушать, пока она не будет кушать и начнет. Я, правда, так всегда думала, что чем бы закончилось, если бы не закончилось, тогда в лучшую сторону, да, у нее, чтобы мне пришлось бы делать. Но сам факт, я тогда сколько, больше 10 дней, я только пила воду. Я как-то выдерживала, при этом я ложилась, там пару часов спала. Считаю, что я 10 дней в режиме реанимации жила, да, вот так вот. Ребенок, работа, бабушка там, хождение. И плюсом не есть вообще, не питаться. Сейчас мой возраст уже далеко за среднестатистический, да, уже переходит границу. И мне нужен отдых, мне нужна еда, мне нужно питание, мне нужна какая-то разгрузка. Придя с магазина, мне нужно сядь посидеть. И даже, может, сейчас полежать, пойти. Поэтому я просто сижу, вместо того, чтобы, ну, мы общаемся, мы разговариваем, записываю, да, записываю. Да, для себя, да, для вас. Ой, нет, и не для нас, это для себя. Почему я и для себя? Я, ну, если вы не считаете, что я это для вас, возможно, я не для вас, но я снимаю для других людей, которым интересна моя жизнь. Я стараюсь, я покупаю камеру, ну, я покупаю телефон, там, какие-то добавки к телефону, да. Ну, телефон нам хорошо помогли, ребята, да, подарок, чтобы именно снимался. Ребята нам подарили телефон, чтобы мы снимали качественное видение. У нас даже было такое, да, когда ребята нам подарили, сказали, чтобы на телефоне снималось хорошее видео для нас. 4К, там, ну, просто сейчас в течение обстоятельств, у меня телефон забитый, 4К не получается. Но, опять же, качество хорошее, съемок. И поэтому, естественно, да, для вас, ну, если вы не считаете, что я ради вас делаю, это ваше личное видео. Ну, для вас, если вы не считаете вас, ну, значит, это не для вас. Не для вас, а для других моих подписчиков, для других моих друзей, ради которых мы берем камеру с ней. Это же идут ему, елки-потки, надо сейчас было быстро еще один фильм сделать, а я вот опять упустила. И я это делаю, фактически, честно говоря, не ради себя больше сейчас, а, ну, уже вот так вот снимают, да, привыкли уже как бы жить кому-то, рассказывая часть своих вещей. Но мы уже даже по-другому, не знаю, мы настолько привыкли, мы уже не можем по-другому. Ты просто привыкла на свою жизнь, как-то уже вот так вот. Ты знаешь, что я знаю, что много друзей меня смотрят, с которыми я не могу общаться чисто в течение своих обстоятельств, потому что где-то я Рагунди, мне надо телефон держать, у меня голова быстро начинает от этого болеть, от перенапряжения, да, что-то. Но, посидев, вот сейчас отдохнув, сейчас схватить телефон, да было бы на самом деле дико, схватить телефон и начать кем-то разговаривать, да, в этот момент. А так я смогла объяснить, рассказать большему кругу своих друзей, что сегодня произошло. Могу не одному с одним поговорить, я телефон могу только одному, да, довериться, фактически, да, по телефону. А здесь я могу сразу своим всем друзьям рассказать про сегодняшний день, про свои покупки, что я взяла, про ту же самую, да, воду, которую мне посоветовали. Я советую вам, ну, я имею в виду, что это интересно. Интересно, нет, опять же, это если я говорю вам, это не значит, что я говорю Лена, там Людмила, а там кто там? Можкин. Можкин, да, Алексей, по-моему, даже, да? Ну, там написано, а что он там? Понимаете, я не говорю конкретно, я говорю про те люди, которые реально меня смотрят, которым нравится, которым есть интерес, да, вот у нас есть общие интересы, какие-то БАДы. Поэтому, когда я, да, я расслабила, ты слишком много рассказываешь про БАДы, но я рассказываю же не одному человеку, я рассказываю всем. Твои познания в медицине ноль, мои познания не в медицине ноль, это ваше мнение, оно остается только вашим, и оно при вас остается. А мои познания в медицине, не дай Бог, познать многим, может, тогда бы меньше травм было бы в жизни у других. Да, даже не то, что дай Бог, не дай Бог знать многим. Не дай Бог, да, не дай Бог вам против, сколько я прошла, чтобы мои познания были, такие же ваши были познания. А я сидела, когда человек был с инфарктами, я сидела. Да, не надо говорить, что мы столько же проходили, или у нас это, если бы вы проходили, вы были бы совсем другими людьми. Честно говоря. Ой, ты кальция. Ну она типа в кальций, в этом году. Ну так это. Магливая, соленькая. Я не люблю, если в последнее время соли не ем. Нафтуся, да, нафтуся. Помнишь, в трысковце нафтуся. Не, ну здесь тоже такая хорошая формула ее. Ой, ты кальция. Что? Алимы. Ну я не могу тебя показать, потому что я сижу здесь. Вот такая старость. Я не пойму только что. Ладно, я отключаю тогда. Там Яра что-то хочет. Пойдите куда-то там. Так и не пошли. Не поют. Что там? Да, вот тут закрывать. Ярослав тут, он плиту садил. Ну, они сделали, мы начали переходить, но начали там батареи стучать. Это что? Ну вот ребенок спал. Он сказал, что ты придешь с утра это делать. После 10. Как мы вот там, в 10 часов начинали будет деть. Часов, два, два, трех, чтобы это сбежать. Ну, ты сейчас не стучишь. И мне надо будет здесь вот кусочек отрезать. Ну, ты тогда будет это, ты сразу даришь, чтобы я уже... Нет, да. Я уже сразу сижу. Я просто боялась, что нет, но там, по-моему, все идеально. Ну, самое тяжелое, вот оно там, угол, он очень крепкий. Он не идет, там можешь приклеить, не хочется его раздалбливать сильно. Это, в принципе, очень хорошо там сверлится даже. А вот это, не просто у меня перфоратора нет, у меня дрель. Я просто боюсь, честно говоря, что она сгорит. Пара, сиди, принимаем. Да, вот там запенять, здесь розетку надо сделать, будет готов. Тяга, а вот. Чем видно ее? Да, ваш. И, в принципе, здесь она все. Здесь надо запенять, положить линолеум. Хотя я говорю, ее, она будет линолеума, вообще могу снять. Линолеум, потом может снимать, снять линолеума. Не, маме, зима. Ну, говори, хорошо, сейчас заставится, и будет вообще комната маленький, что там вообще будет, ни о чем, да? Здесь шпаку поставили, здесь стол, и здесь сегодня. Ни о чем, вообще ни о чем. Ну, что тебе? Не, ой, не, компьютер. Ну, компьютер вроде надо свет ставить. Хотя, по-хорошему, наверное, кровать вот там и поставить идеально было. Компьютер можно сюда поставить. А, компьютер с этой стороны поставить. Да. 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 Посмотрим. Да. И ты мне будешь вот эту стену своей ручкой пачкать опять. Не, надо так, чтобы она не мешала. Хорошо, ладно, все. Мне кажется, все-таки лучше нам здесь поставить. Ну, посмотрим дальше. Здесь просто я из-за розетки не делала, потому что розеткой цеплялась была. Но, по идее, попавка, наверное, все-таки лучше будет. Но эта розетка будет пониже? Ну, да. Так что? Я здесь цеплял ее. Вот, ой. Она была выше просто? Да. Она была выше, поэтому. Ну, здесь, конечно, места много, но здесь, в основном, за счет того, что в доле ссоры, то что-то, она вечно на него... Я, может, там осторожен. ...оттиралась? Нет, нет, я, нет, я. Ты немножко не рассчитай, ты просто порвешь потом. Не пойди, не пойди. Когда будем делать, потом будешь... Пока не надо, я. Аккуратно. У меня есть вот этот кусок, да? И вот этот цепь. Да. Ну, как раз не будем... Она останется для той комнаты еще, вот для больших комнат. Хотя, честно говоря, вот здесь как раз кусочек маленький отрезать, вот еще и лишний. Вот это лишний остается, у меня отхода практически нету. Ну, просчитано хорошо. Ну, если бы она проходила бы за батареей, тогда бы тебе не хватило бы. Хватило бы. Хватило бы. У меня же вот кусок еще. Ааа. То есть, у меня нет. У меня такой вариант... Может быть, оставить тот кусок. Может быть, оставить тот кусок. Ну, там, вот видишь, там вот мангер. Там не надо, да? А там зачем? Я его запиню, там не надо. А зачем? Там будет совсем кусочек. Смысл? Ну, как факт, можно поставить вот этот, который останется. Да. Вот. То есть, если я вот этот отрежу, этот будет длиннее кусок. Ага. И можно не будет поставить. Ну, это такое не смысл. Не надо, не надо. Не надо. За батареей просто надо вот эти края закрыть будет, чтобы она не пылилась там, и все. Что я? И, как говорит, за так, в принципе, все. Единственное, что я не одну лишнюю положили внутреннюю часть. Ага. Вот. Ну, что пускай будет, может. Ну, они положили внутреннюю, но не положили наручную. Я не стала, как бы, потом загружаться уже за счет этого. Ну, ладно. Их с ним. Ценник один и тот же. А если мы будем потом в большой комнате делать. Единственное, что я не знаю, вот этот. Они классными смотрятся, но не по серединке, видишь? Да. Ааа. В этом? Ну, покажи вам на примере. На примере покажи вам, что. Нет. Вот здесь вот это, в серединке, видишь, нет. Она закрыта. То есть ты можешь провода сюда вносить, но она здесь. А я бы хотела в большой комнате, ну, опять же, я в маленькой комнате почему-то не посмотрела. Ну. Миркий круговой свет вот этот. Да? Миркий. Аааа. Мне нравится. То есть вот этот вот цвет, как бы световая, она делается вот здесь вот, в серединке. Понял? Угу. То есть свет. И можно потом подключить. И у тебя, говорил, подсветка квартиры снизу начинает. Ну, надо прозрачный тогда это. Она подается. Знаешь, какая? Сейчас я покажу. Две секундочки. Сейчас я поднялся. Аааа. Пошел. Вот в этих, видишь? Но. Вот этот белый. Мне почему-то это там по отзывам. Это надо, конечно, идти туда и смотреть, как он летел хотел бы поехать. Потому что есть такой же белый. Но я тут вчера проложила. Мне это не понравилось. Вот здесь вот он, видишь, он этот серый, колечневатый, кажется. Хотя он под двери больше подходит. По цвету. Но мне понравилось, как он лежит. Белый здесь вообще идеально лежит. Но можно сделать. Ты вот здесь вот вытаскиваешь. Я помню, прозрачный. А вот здесь отдельно продается отдельная жидочка прозрачная. Ставишь паталетку в обуви. Я понял, да. И прокладываешь ее. Ну, возможно, в большой комнате можно было бы сделать и так. Если нужно. Ну, а зачем там? Если будет все заставлено, смысл какой-то. Ну, да. Но я стараюсь сказать, что вообще максимально заставлено? Ну, минимально, не минимально. У тебя, ладно бы, комнаты были бы большие, бы так сказать. Они же маленькие, это, поэтому. Пойди! А может быть даже оригинальный было бы светлоподобный. Пойди! Пойди! Все, пошли. Всем снимать. Пойди, пап! Все, пошли, ладно, накрывается.